ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В конце 60-х годов Невское проектно-конструкторское бюро активно трудилось над созданием третьего корабля класса «Москва». Он отличался от первых двух улучшенными условиями обитаемости личного состава. После рассмотрения на приземе научно-технического совета доклада о нашем третьем корабле типа «Москва», Сергей Георгиевич Грашков заявил, что косвоттора блестяще выполнили поставленную перед ними задачу, «Но такой корабль флоту уже не нужен». К такому решению главкома ВМФ подтолкнул появившийся в Советском Союзе новый самолет Як-36. Он мог взлетать и садиться вертикально с небольшой площадки. Это привлекло внимание моряков, которым нужно было усилить прикрытие эскадр с воздуха. По мнению военачальников, вертикалка вполне подходила для этого. Вместе с тем, они понимали, что Як-36 – это сугубо экспериментальный самолет. Он предназначался для исследования динамики режимов вертикального взлета и посадки. Как боевую машину, способную нести полноценное вооружение, ее пока не рассматривали. Да и противолодочные крейсеры типа «Москва» по своим размерам и лодоизмещению не соответствовали требованиям к одновременному базированию на них вертолетов и самолетов. Тогда руководство Советского Союза приняло решение о работе сразу по двум направлениям. Невское ПКБ получило задание создать новый авианесущий крейсер. ОКБ Яковлева – разработать новый боевой самолет вертикального взлета и посадки. Яковлевцы энергично взялись за дело. На полигонах построили несколько испытательных стендов. На одних изучались газодинамические процессы, на других отрабатывались различные режимы взлета и посадки, а также воздействие газовых струй на стальную конструкцию палубы. Вскоре был построен новый самолет вертикального взлета и посадки, названный в начале Як-36М. Он разительно отличался от своего предшественника. В 70-м году летчик-испытатель Валентин Мухин выполнил на нем первое так называемое «свободное весение» в полуметре от земли. Через два года летчик-испытатель Михаил Дексбах осуществил первый полет с вертикальным взлетом и посадкой. После этого настал черед морских испытаний. Провести их решили на вертолетоносце «Москва». Сначала Михаил Дексбах отработал необходимую методику пилотирования на вертолете. В ноябре 72-го года летчик Михаил Дексбах впервые в советской истории осуществил посадку вертикалки на палубу. 22 ноября 1972 года был произведен вертикальный взлет и посадка на крейсер. Этот день по праву можно назвать днем рождения палубной реактивной авиации в Советском Союзе. Во время испытаний самолетов ОКБ Яковлево тесно сотрудничало с ленинградскими конструкторами. Проектирование нового корабля требовало решения целого ряда сложных проблем. Нужно было защитить палубу от воздействия высокотемпературных газовых струй вертикально взлетающих самолетов, обеспечить ближнюю навигацию, добиться совместимости корабельных и самолетных систем и многое-многое другое. Невское ПКБ в кратчайшие сроки создало неимевший аналогов боевой корабль. За редкими исключениями в нем все было новое и все подчинялось требованию группового базирования самолетов. В 70-м году состоялась закладка головного корабля этой серии. Он получил имя «Киев». Через пять лет этот корабль проекта 1143 вступил в строй военно-морского флота Советского Союза. Тяжелый авианесущий крейсер «Киев». Длина – 273 метра. Наибольшая ширина – 51 метр. Полное водоизмещение – 43 220 тонн. Максимальная скорость – 30 узлов. Дальность плавания – 7160 миль. Экипаж – 1300 человек. По своим параметрам корабль значительно превосходил своих предшественников вертолеты-носцы «Москва» и «Ленинград». Одно только водоизмещение было в два с половиной раза больше, чем, например, у крейсера «Москва». Да и по своим размерам Киев был гораздо больше. В движение его приводили четыре паротурбинные установки общей мощностью 142 тысячи лошадиных сил. Основные задачи авианесущего крейсера «Киев» – поиск и уничтожение подводных лодок, поражение надводных и наземных целей противника, а также прикрытие корабельных соединений от ударов с воздуха. Для реализации этих задач на крейсере разместили большое количество разного вооружения. Противокорабельное оружие представлял ракетный комплекс «Базальт». Четыре спаренных пусковых установки обеспечивали старт восьми крылатых ракет. Дальность поражения составляла до 550 километров. Противовоздушная оборона обеспечивалась двумя зенитно-ракетными комплексами средней дальности «Шторм» и двумя зенитно-ракетными комплексами «Оса-М». Артиллерийское вооружение включало в себя две спаренные установки калибра 76 миллиметров и восемь шестиствольных 30-миллиметровых автоматических установок. Пушки могли работать как по воздушным, так и по надводным целям. Для борьбы с подводными лодками было предусмотрено три вида вооружения. Противолодочный ракетный комплекс «Вихрь». Максимальная дальность стрельбы – 24 километра. Две реактивных бомбометных установки «Смерч-3». Каждая из этих установок за один залп могла выпустить 12 глубинных бомб. Также для уничтожения субмарин на борту были установлены два пятитрубных торпедных аппарата. Значительным изменением подверглось и радиоэлектронное оборудование. Киев получил 24 более совершенные системы, предназначенные для дальней связи, управления вооружением и поиска целей. Авиационная группировка корабля состояла из 36 машин. Самолеты вертикального взлета и посадки Як-38, а именно такое серийное обозначение получил Як-36М, должны были прикрывать с воздуха позиционные районы советских атомных подводных ракетоносцев. Вертолетная группировка выполняла те же функции, что и на противолодочных крейсерах типа «Москва». А именно – передача целеуказания, поиск и в случае необходимости уничтожение подводных лодок. Поначалу на Киеве базировались вертолеты Ка-25. В дальнейшем их стали заменять более мощными и надежными Ка-27. Взлетно-посадочная палуба располагалась вдоль левого борта корабля. На ней находилось семь площадок для взлета и посадки летательных аппаратов. Площадки были покрыты теплозащитными керамическими плитками. По правому борту разместили десять технических позиций для обслуживания самолетов и вертолетов. В походе авиация размещалась в обширном подпалубном ангаре. Для спуска и подъема самолетов и вертолетов были предусмотрены два подъемника. В свой первый боевой поход авианесущий крейсер «Киев» вышел в июле 76-го года. За время перехода к постоянному месту приписки на Северном флоте корабельные летчики налетали на Як-38 в общей сложности 22 часа. Для начального этапа это было совсем немало, учитывая, что на тот момент на борту было всего шесть машин. В 78-м году вошел в строй второй корабль проекта 1143 «Минск». Он был приписан к Тихоокеанскому флоту. Через несколько лет к нему добавился третий авианесущий крейсер «Новороссийск». Эксплуатация вертикалок приняла массовый характер, и можно уже было делать выводы об их эффективности. Увы, боевые возможности Як-38 оказались невелики. Расход топлива на вертикальный взлет и посадку были очень большими. Весь полет длился около 20 минут. При этом дальше 60 километров от корабля самолет не удалялся. При таких характеристиках на выполнение боевой задачи оставались буквально минуты. И говорить о какой-то эффективности штурмовика в таких условиях было трудно. Когда военные моряки поняли, что Як-38, ну, скажем так, ограниченно вводен для решения свойственных ему задач или ставящихся перед ним задач, они решили использовать его уже не как вертикальный взлетающий самолет, а с укороченным разбегом. Тем более, было на кого посмотреть. Англичане тоже в этот момент начали отрабатывать на Харьере точно такой же режим. Отработку такого режима стали проводить на крейсере Минск. Летные эксперименты показали, что взлет с коротким разбегом позволяет сэкономить целую тонну керосина. За счет этого появлялась возможность или увеличить радиус действия самолета, или повысить боевую нагрузку. В процессе испытаний пришлось решить и множество технических проблем, так как и самолет, и корабль изначально не были приспособлены к таким условиям эксплуатации. К сожалению, не обошлось и без печальных уроков. Во время испытаний летчик-испытатель Каноненко, летчик-испытатель ЛИИ попал в такую ситуацию, когда на разбеге его самолет просел, ударился колесами об ограничительный брус на палубе, но, тем не менее, сумел оторваться и уйти. А вот следующая попытка окончилась трагично. Самолет Каноненко ударился о палубу, соскользнул с нее, упал в море, летчик погиб. Когда стали разбираться, выяснилось, что да, неблагоприятное стечение факторов аэродинамических, плюс там еще были определенные нелады с системой перекладки сопел, но человека уже не вернешь. По результатам испытаний была проведена серьезная доработка самолетов Як-38. Подверглись модернизации корабли. На них установили специальные устройства для выравнивания воздушного потока над палубой. После этого взлет с коротким разбегом на многие годы стал штатным режимом. Правда, кардинально проблемы он так и не решил. Радиус действия вертикалок все-таки оставался мал для эффективной борьбы с надводными целями. Но других вариантов не было, и поэтому Як-38 долгое время оставались на вооружении советских авианесущих крейсеров. Конечно, авиаконструкторы не сидели сложа руки. В конце 70-х ОКБ Яковлева приступило к проектированию нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Преодолев огромное количество технических сложностей, конструкторы создали выдающуюся машину – сверхзвуковой палубный перехватчик Як-41. По своим характеристикам, эта машина значительно превосходила все мировые аналоги. На разработку самолета ушло целых 10 лет. В марте 87-го летчик-испытатель Андрей Синицын впервые поднял новый Як в воздух. Базирование этого самолета предусматривалось на четвертом корабле проекта 1143 «Баку». Некоторые специалисты выделяют этот крейсер в отдельный тип, так как от предшественников он отличался удлиненной полетной палубой, измененной архитектурой надстройки и составом оборонительного и наступательного вооружения. Осенью 91-го года летчик Андрей Синицын впервые посадил Як-41 на палубу крейсера «Баку». К сожалению, испытание прервала тяжелая авария. В результате грубой посадки на палубу стойки шасси пробили топливные баки и начался пожар. Пилот катапультировался, пожар потушили, но самолет к дальнейшим полетам был уже непригоден. Программу морских испытаний Як-41 свернули. Чуть позже политические события в стране вообще привели к закрытию этой тематики. Эти же политические события печально отразились и на авианесущих крейсерах. В 90-х годах шесть кораблей, способных нести боевую авиацию на борту, были выведены из состава флота. Самые первые из них – противолодочные корабли «Москва» и «Ленинград» – к тому времени уже выработали свой ресурс. А вот крейсеры типа «Киев» могли бы еще долгое время нести службу. Из четырех кораблей проекта 1143, три были проданы в начале 90-х годов. Минск стал в Китае музеем плавучим, остальные корабли были разделаны металлолом. Баку дольше всех находился в эксплуатации и тоже стоял уже под угрозой списания и сдачи на слом. Но Индия проявила интерес к этому кораблю и удалось реализовать достаточно интересную программу переделки этого корабля в чистый уже авианосец. История продолжается. Корабль до сих пор не сдан заказчику, хотя должен был быть сдан давно. Поэтому индусы терпеливо ждут дальше. В начале 90-х дело шло к тому, что в летописи российских авианосцев можно было ставить точку. Но к тому времени в состав флота вошел корабль нового поколения – тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143-5. Ныне он носит гордое имя адмирал флота Советского Союза «Кузнецов». Корабль воплотил в себе практически все черты классического авианосца. Чтобы рассказать об истории его создания, вернемся в конец 60-х годов 20-го века. Тогда, наряду с созданием противолодочных кораблей типа «Киев», правительство Советского Союза рассматривало вопрос и о разработке авианесущих крейсеров другого типа. При подготовке плана военного кораблестроения на период 71-80-го года в этот план было включено на еду с продолжением работ по созданию авианесущих крейсеров типа «Киев» выполнение работ по проектированию авианосца атомного. По замыслу корабль должен был обеспечивать взлет не только вертолетов и вертикально взлетающих машин, но и обычных истребителей, штурмовиков и даже самолетов радиолокационного дозона. Я посетил в Москве генеральных консульторов Павла Ивановича Сухова и Артема Ивановича Микояна с тем, чтобы установить с ними рабочие контакты на возможность создания корабельных самолетов. Когда я побывал у Павла Ивановича Сухова и изложил ему наши условия и требования, он внимательно меня выслушал и задал только один вопрос. Скажите, а все это серьезно? Когда я был у Артема Ивановича Микояна, это был октябрь месяц, сумерки, дождливая погода, да, я спросил Артема Ивановича, Артем Иванович, скажите, ваш самолет МиГ-23 всепогодный? Артем Иванович посмотрел на окошко, на меня и ответил. Конечно, всепогодный, в такую погоду мы не летаем. Существующие самолеты для использования на кораблях по многим причинам не подходили. Их нужно было либо серьезно модернизировать, либо строить новый. Большинство ведущих авиационных КБ получили задание проработать палубные варианты самолетов. В 1972 году на рассмотрение было представлено несколько проектов машин корабельного базирования. Но дальше эскизных разработок дело не пошло. Основное внимание руководству СССР было уделено в то время постройке крейсеров проекта 1143 и самолетов вертикального взлета к ним. Основным апологетом этих кораблей был министр обороны Дмитрий Федорович Устинов, который на одном из совещаний громко сказал, что тяжелые авианесущие крейсера с вертикально взлетающими самолетами это наш национальный путь развития палубной авиации. После такого заявления активность работ над новыми авианосцами в Невском ПКБ значительно снизилась. Но все же не прекратилась. Они просматривали различные варианты атомных авианосцев, большого крейсера с авиационным вооружением. Названий было много. В конце 70-х работы по созданию нового типа авианесущего крейсера вновь активизировались. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, вера в самолеты вертикального взлета сильно поколебалась. И хотя в ОКБ Яковлева работали над созданием новой машины, значительных результатов нужно было еще дождаться. А вопрос прикрытия корабельной группировки с воздуха оставался достаточно актуальным. Вторая причина – появление за рубежом нового вида наступательного вооружения. Дело в том, что в 70-е годы в конце появился новый класс крылатых ракет, низколетящих, которые уничтожить существовавшими в то время зенитно-ракетными комплексами было невозможно. Это можно было сделать только средствами истребительной авиации. И для обеспечения устойчивости соединений советского морского флота в открытом океане тогда было принято решение уже о строительстве практически нормального авианосца, оснащенного сверхзвуковыми истребителями, способным уничтожать воздушные цели, малоразмерные. В конце 70-х годов авиационная промышленность выпустила на испытания два новых самолета, в дальнейшем известных как МиГ-29 и Су-27. Имея мощные двигатели и обладая невиданной ранее маневренностью, эти машины должны были в скором времени стать основой истребительной авиации Советского Союза. Соответственно, при обсуждении перспективного корабельного самолета они сразу стали явными фаворитами. Тем более, что еще на этапе проектирования конструкторы прорабатывали вариант корабельного базирования этих машин. Невское ПКБ представило на рассмотрение проект 11-43-5. Этот корабль отличался от предшественников не только цифрой 5 в шифре. Он был другим по размерам, водоизмещению и вооружению. Помимо вертолетов и самолетов вертикального взлета, он мог нести на борту и обыкновенные самолеты. Общая численность авиагруппы должна была составлять 42 летательных аппарата. Планировалось, что с этого корабля самолеты Су-27 и МиГ-29 будут взлетать с помощью катапульты. Такой вид старта уже давно практиковался на американских авианосцах. Встроенная в палубу паровая катапульта разгоняла самолет до определенной скорости и выталкивала его с корабля. Такая система позволяла взлетать как истребителям, так и более тяжелым самолетам, в том числе и с неподвижного корабля при отсутствии встречного потока воздуха. В Советском Союзе яростным противником катапультного старта был министр обороны Дмитрий Федорович Устинов. Свою точку зрения он аргументировал весьма своеобразно. Дмитрий Федорович внушал нам на высоких совещаниях, что мы безнадежно отстали от американцев, катапульту нам не создать. И это только потребует отвлечения значительной доли средств, которых и так в стране не хватает. После долгих споров решили пересмотреть проект корабля, а вместо катапульты сделать на корабле трамплин. Но одно дело начертить на бумаге, и совсем другое дело воплотить такой проект в реальности. Требовалось произвести множество испытаний. Для этих целей в Крыму на аэродроме Саки был создан наземно-испытательный и учебно-тренировочный комплекс. В обиходе его аббревиатуру заменили благозвучным словом «НИТКА», которое в дальнейшем стало применяться и в официальных документах. В первую очередь на этом аэродроме был построен трамплин Т-1. С его помощью начали отрабатывать методику взлета самолетов. По результатам испытаний было принято решение изменить форму трамплина. И практически рядом с ним был построен второй трамплин, так называемый Т-2, уже с другой кривизной, другим профилем кривизны, более оптимальным. Именно он и был потом, так сказать, внедрен на корабле. Стоит отметить, что посадка на авианосец намного сложнее взлета. Летчик движется к небольшому по меркам авиации кораблю строго по наклонной прямой и должен коснуться палубы в определенном месте. Но мало посадить самолет на корабль. Нужно успеть его остановить. Для отработки посадки на аэродроме установили аэрофинишер. Он включал в себя гидравлические машины и трос, натянутый между ними. Совершающий посадку самолет специальным крюком-гаком цеплялся за трос и резко останавливался. В СССР подобное устройство было разработано впервые. Испытания проводились в несколько этапов. Сначала отрабатывалась остановка самолета на пробежке. После изучения полученных результатов начали отрабатывать торможение при посадке. Стоит отметить, что для гарантированного зацепления за трос нужна ювелирная точность пилотирования. Нарушение режима может привести к трагическим последствиям. Чтобы обеспечить точность посадки на палубу корабля, в Советском Союзе была создана специальная оптическая система «Луна». Определённые цветовые сигналы позволяют лётчику видеть отклонение самолёта от посадочной траектории. В авиации её называют «глиссадой». Если горит зелёный свет, значит, заход на посадку осуществляется правильно. Жёлтый свет означает, что самолёт летит выше посадочной траектории. Это чревато уходом на второй круг. Красный свет ниже посадочной траектории. Это уже предпосылка к катастрофе. Пока шли испытания на нитки, конструкторы Невского ПКБ детально прорабатывали новый корабль. К сентябрю 1982-го основная техническая документация была передана на Черноморский судостроительный завод. В том же году новый авианесущий крейсер проекта 1143-5 был заложен на стапеле. Параллельно продолжались испытания авиационной техники. В ходе этих испытаний изучались различные характеристики как самого самолёта, так и системы посадки. Кораблестроители на основе полученных данных вносили необходимые изменения в конструкцию строящегося крейсера. Отдельной историей заслуживает название корабля. При закладке на верфях он получил наименование «Рига». Но в ноябре 1982-го года умер генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, и корабль переименовали в его честь. Но со временем восхваление личности Брежнева стало неактуальным. В 1989-м году капитан первого ранга Виктор Ерыгин вывел крейсер в море. В это время корабль уже назывался «Тбилиси». Первое впечатление – это, наверное, первый выход. Ведь никто ничего не знает. Новый корабль, новые обводы, новые водоизмещения, новые машины – вообще всё новое. На каком, на какой скорости он лучше всего управляется? После выхода в Чёрное море корабль стал готовиться к работе с авиацией. 28 октября 1989-го года начались первые пролёты самолётов Су-27 и МиГ-29 над палубой крейсера. Стоит отметить, что за время постройки корабля авиационные КБ серьёзно модернизировали свои машины. Это касалось как конструкции самолётов, так и различной радиотехнической аппаратуры. 1 ноября 1989-го года лётчик-испытатель Виктор Пугачёв на самолёте Су-27К впервые совершил посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Тбилиси». Это был поистине исторический момент. Через полтора часа на палубу сел самолёт МиГ-29К, который пилотировал лётчик-испытатель «Тактар Аубакиров». Почти месяц продолжались лётно-конструкторские испытания. За это время пилоты выполнили 227 полётов, в ходе которых было совершено 35 посадок на авианосец. 23 ноября 1989-го года Госкомиссия подписала акт о полном выполнении программы лётно-конструкторских испытаний. После этого авианесущий крейсер вернулся в порт для доработок и окончательной достройки. 4 октября 1990-го года «Тбилиси» был переименован в очередной раз и стал называться адмирал флота Советского Союза «Кузнецов». В 1992-м крейсер совершил переход из Чёрного моря вдоль европейских берегов к месту своего постоянного базирования на Северном флоте. К тому времени это был уже не советский, а российский флот. Тяжёлый авианесущий крейсер адмирал флота Советского Союза «Кузнецов». Длина – 305 метров. Наибольшая ширина – 75 метров. Полное водоизмещение – 70 тысяч 500 тонн. Максимальная скорость – 30 узлов. Максимальная дальность плавания – 8 тысяч морских миль. Экипаж – 1980 человек. Следуя уже сложившейся традиции постройки авианесущих крейсеров, корабль оснастили разнообразным вооружением. Противокорабельный комплекс «Гранит» обеспечивает поочерёдный пуск 12 ракет, способных поразить надводные цели на дистанции свыше 550 километров. Зенитно-ракетный комплекс «Кинжал» предназначен для борьбы с противокорабельными ракетами и другими средствами воздушного нападения. Для обороны ближней зоны от воздушных целей предназначены 4 батареи зенитно-артиллерийского комплекса «Кортик». Для усиления противовоздушной обороны на корабле разместили 6 артиллерийских установок калибра 30 миллиметров. Противоторпедную защиту авианосца осуществляет реактивный комплекс «Удав-1». Также он может использоваться для поражения субмарин противника и подводных диверсионных сил и средств. Многофункциональный комплекс «Созвездия» предназначен для создания радиоэлектронных помех. Авианесущий крейсер может нести на борту до 50 летательных аппаратов. В походе они размещаются в ангаре под палубой. Корабельная истребительная авиация обеспечивает прикрытие флота с воздуха. Для старта в носовой части крейсера находится взлетная палуба с трамплином. Садятся самолеты на посадочную полосу, расположенную по левому борту корабля. Садятся самолеты на посадочную полосу, расположенную по левому борту корабля. Помимо истребителей на крейсере базируются вертолеты Ка-27. Они обеспечивают поиск подводных лодок и в случае необходимости их уничтожения. По мнению и многочисленных экспертов, и по мнению самих военных моряков, и морских летчиков, авианесущий крейсер адмирал Кузнецов оказался вполне на высоте тех, так сказать, задач, которые перед ним ставились. В Советском Союзе планировалась постройка еще нескольких кораблей подобного класса. К примеру, сразу после спуска на воду авианесущего крейсера Кузнецов на стапелях Черноморского судостроительного завода был заложен еще один авианосец – «Варяг». В ноябре 1988-го при технической готовности в 67% он был спущен на воду для окончательной достройки. На его месте сразу был заложен еще один авианесущий крейсер «Ульяновск». Это был первый атомный авианосец, который начали строить в Советском Союзе. Первый и последний. Вот на «Ульяновске», на этом седьмом корабле, должны были уже стоять катапульты, на нем должны были базироваться самолеты радиолокационного дозора и наведения. Он был очень близок уже по характеристикам и геометрическим, и боевым, ну, классическим американским авианосцам. К сожалению, эти корабли так и не вошли в состав флота. После распада Советского Союза они отошли в собственность Украины, которая не смогла или не захотела достраивать эти корабли. «Варяг» был продан в Китай, а «Ульяновск» при уровне готовности в 18% был разрезан на металлолом. В России по разным причинам кораблей такого класса так и не начали строить. В 2012 году тяжелый авианесущий крейсер адмирал флота Советского Союза «Кузнецов» единственный корабль такого класса в российском военно-морском флоте. Но уже есть уверенность в том, что через несколько лет будут заложены новые. «Кузнецов» 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 Субтитры подогнал «Симон»